Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На проект пришли новенькие парни. Первого претендента на участие в реалити-шоу зовут Роберт. Он приехал из Баварии к Кристине Лисковец. В свои 27 лет парень успел развить бизнес и поработать телохранителем арабской семьи в Германии. Второй молодой человек – 24-летний Кирилл – безработный москвич, который интересуется медиа, съемками и шоу-бизнесом. На проектном суде судили Сашу Гозиас. Девушку обвиняют в моральной измене своему молодому человеку Косте Иванову. Большую часть времени в Калининграде Саша проводила не только с ребенком, но и с бывшим мужем, с Ильей Кротковым. Она звонила ему в 3 часа ночи и поцеловала на прощание. Суд вынес следующий вердикт – Саша виновна и в наказание ей полагается двое суток изолятора. Как ни странно, но Костя Иванов не согласен с решением суда. Он полностью на стороне Саши. «Сомнительное решение присяжных», пишет Костя. «Ведь бывшие жены и мужья, от которых есть дети – это родные люди навсегда. И если вы забыли все обиды, огорчения и наладили хорошее общение, то это здорово. Видимо, у Саши это получилось, чего и всем желаю». Марина Африкантова и Андрей Чуев помирились. Марине так и не удалось забыться в объятиях Вани Барзикова. Девушка вернулась к Андрею, и они улетели вместе на Кипр. Андрей фотографирует Марину, пишет ей стихи «Лишь ты смогла меня вернуть назад. Мерцание твое прекрасней рая во сто крат». Также Андрей Чуев похвастался крупной суммой денег, но подписчики только высмеяли его. Они предположили, что эти деньги он не сам заработал, а выручил от продажи бабушкиной квартиры. Психолог Анастасия Булгакова высказалась об отношениях Вани Барзиковой и Марины Африкантовой. В связи с тем, что большую часть времени Ивана занимали тренировки, у него выработался спортивно-соревновательский дух. Это сказалось и на личных отношениях. Ему нужен соперник. Тогда Иван может показать свои лучшие качества, как мужчина. Но если соперник устранен, то Иван становится мальчишкой. Добрым, игривым, но мальчишкой. Это неплохо, но для отношений с Мариной это совсем не то. Илья Яббаров обратился к жене и к дочери, с которыми он давно не общается. Правда, этот пост он вскоре удалил. «Я долго молчал и носил все в себе. Знаете о том, что я вас люблю. Я понимаю, что у вас другая семья, я не лезу в вашу жизнь. В любую минуту вы можете на меня положиться. Вы лучшее, что было в моей жизни». Ольга Жемчугова после ссоры с мужем много времени проводит с Денисом Козловичем. Он составляет ей компанию в прогулках с маленьким Мишей. В отличие от того же Глеба, Денис охотно общается с Мишей и не раздражается по пустякам. Со стороны все трое выглядят счастливым семейством. Ольга пишет «Кто помогает нам с Мишей, когда мы на лобных и на тетах? Конечно же, Денис. А участники смеются над нами, якобы мы флиртуем». Бывший участник проекта Антон Гусев отметил 27-летие. На вечеринке в честь этого события было много друзей семьи, среди которых бывшие участники проекта Вика Романец, Рустам Солнцев и другие. Отметим, что пара Жени и Антона всегда считалась одной из самых ярких и крепких на проекте. Женя трогательно поздравила мужа в микроблоге. «Ты очень мужественный и серьезный, несмотря на то, что ты еще так молод. Я знаю, что ты наша опора, что ты нас никогда не оставишь». И хоть не показываешь виду, но мы всегда у тебя под контролем. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.